Всем привет! Прошло 6 месяцев от того момента, как я выехал Тесла из гаража и начал на ней кататься. И поэтому я решил сделать мини-цикл разрушения мифов о электромобилях. Итак, за 6 месяцев я проехал больше 11 тысяч километров. У меня было 3 поездки до 900 километров за один день. В Варшаву туда и обратно. У меня были поездки в другие города. В Гданьск, Тарунь, Гдыня, Сопот, Чев, Мальборг, Иток. По месту. У меня есть в гараже трехфазная розетка, но пока нет трехфазной зарядки. Все это время я заряжаюсь от обычной 13-амперной розетки с заземлением и зарядки, которая шла в комплекте с машиной. И мне хватает. Данные по всем зарядным сессиям у меня есть из BetaRoot Planner. Там сохраняются все сессии зарядки за полгода использования. И это не спонсорировано. Итак, сколько времени вам занимает поставить телефон на зарядку на ночь? Вот примерно столько же времени занимает и подключение или отключение штекера Теслы каждый раз, когда я въезжаю или выезжаю из гаража. Я не считаю этого времени, когда машина заряжается. В гараже, в торговом центре, во время покупок или похода в кино, на парковке или в парке во время прогулки с собакой. В аэропорту, когда мы провожаем родственников, потому что я не жду машину, эта машина ждет меня. И в большинстве случаев я ее подключаю, потому что зарядка пока бесплатная, а не потому что мне нужно зарядиться. Итак, только трассы. Были моменты, когда я заряжался, не потому что мне нужно, а потому что, опять же, халява. И я отмечаю этот момент желтым в табличке. Итак, я проехал 11 тысяч километров за 6 месяцев. Сколько же раз мне пришлось заряжаться в путешествии? Вы готовы? Вы сидите 12 раз. В общей сложности 245 минут. Или 4 часа и 5 минут. В среднем чуть больше 20 минут за одну остановку на зарядку. Да, это больше, чем длится заправка бензина или газа на польских станциях самообслуживания. Даже с туалетом и с чашечкой кофе. У меня с туалетом и кофе было примерно 15 минут на заправку. Если это только заправка, тогда время не больше 10 минут. Откуда у меня статистика заправок бензином или газом? Я больше 8 лет был владельцем купленного новым из салона Hyundai Tucson. И скрупулезно записывал все заправки и другие затраты, связанные с эксплуатацией. Такая у меня шиза. Отсюда у меня все даты, названия заправок, количество литров и стоимость. А время заправки я посмотрел в истории карт гугла. Проверьте, следит ли большой брат за вами. Но не все заправки записали в истории карт гугла. Поэтому я вписал 6 или 7 минут там, где мне не хватало данных. Потому что это было минимальное время для заправки бензина. Итак, мой бензиновый автомобиль за 11 тысяч километров до установки ГБО в 2017 году нуждался в 41 заправке, на которых я потратил примерно 437 минут своей жизни. В среднем по 10 с небольшим минут на одну заправку. Можно, конечно, управиться за 6 минут. Но это был минимум рекорд. Максимум я стоял 34 минуты. И это как раз в длинной поездке с детьми на борту. И это не считая времени на доезд до заправки в выходной. Когда вы вспомнили, что надо заправиться. Но с Теслой я не ездил на заправке в воскресенье вечером, потому что лампочка горит. А завтра с утра на работу. Оказалось, что Тесла мне сэкономила мое время, потому что моя заправка у меня дома, в гараже. Итак, 192 минуты моей жизни за полгода мне сэкономил автомобиль. 3 часа 12 минут. После установки ГБО я стал экономить по деньгам в своей бензиновой машине, но стал тратить больше времени на сами заправки. И заезжать на газовые заправки приходилось немного чаще, потому что полезная емкость баллона была такая же, как и бензобака 58 литров, но расход был на 20-30% больше, чем бензина. Поэтому считать время по картам ГУГа с заправками газом я уже не буду, извольте. Все равно разница будет еще больше в пользу Тесла. То есть в поездке в отпуск, а сколько раз вы ездите в отпуск автомобилем в год, по европейским, например, дорогам, необходимо будет потратить на 10-15 минут больше времени на каждой из остановок по сравнению с бензиновым автомобилем. Ну, дизельные автомобили тут имеют, конечно, фору, но все остальное время электромобиль заправляется дома и время владельцу экономит, а еще денег. Торговым представителям, людям, которые глотают километры на завтрак, обед и ужин, конечно, электромобиль пока не подходит. Это если компания оплачивает вам бензин. А вот если вам приходится заправляться за свои деньги, вот тут уже надо подумать и очень внимательно посчитать возможные варианты. Про стоимость поезда к Теслой у меня будет отдельное видео. Если вам нравятся мои видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь. Меня это очень мотивирует для дальнейшей работы. А если вы хотите купить Теслу, я приглашаю вас использовать мой реферал-код. Тогда мы оба получим бесплатно 1500 км зарядки на Суперчажере. Понравился ли вам такой формат видео? Хотите ли вы, чтобы я записал больше таких блогов на другие темы? Пожалуйста, напишите в комментариях. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...